Привет, ребят. Давно уже не выходило роликов на тему test myself. Давно, если быть точно, в ровно месяц. Последний ролик я выпускал 24 сентября, после которого я сказал, что я лягу спать и продолжу записывать ролики. Но по факту я очень начал много стримить, и у меня не было времени вообще ни на что подобное. Сейчас, как раз у нас сегодня 23 октября, 5 утра, я проснулся недавно, и у меня есть мотивация записать ролик, рассказать вам, что произошло, и плюсы и минусы того, что произошло. Что? Скажем так, я награжден с детства обычной такой болезнью хорошей, под названием псориаз. Это пятна, которые выходят на теле, и у каждого человека они по-разному. У кого-то они из-за плохого питания, у кого-то из-за режима сна, у кого-то из-за эмоций, у кого-то из-за каких-то аллергий, типа на цитрусовые, на кошек. То есть у каждого своя причина псориаза. У меня это прежде всего нервы, и, я так понял, уже питание плюс среда обитания. Что это значит? Во-первых, мне нужно находиться в солнечном городе, где можно загорать и т.д. Поэтому я планирую в будущем, возможно, уехать на юг куда-то, жить, и это будет хорошей, мне кажется, идеей для моего организма. Второе – это питание. Почему я решил про это рассказать? Потому что питаясь, то есть я питался 2 недели только с рыедением, 2 недели, вроде как 4 дня. 2 недели, 4 дня я питался только фруктами и овощами, без термической обработки, без смешивания. Суть диеты заключалась в том, что я кушал сколько хотел фруктов и овощей, но ел именно только фрукты и овощи, то есть вообще не сытно. Очень было тяжело не сорваться, было очень тяжело не думать о какой-то мясистой пище, о каком-то фастфуде потенциально, о какой-то шавухе. Но вот эти 2 недели и 4 дня разгрузочных, они очень круто сказались на моем организме. Во-первых, мой организм стал чувствовать себя намного лучше. Мысли очень трезвые, речь стала лучше, я стал как-то лучше думать, что ли. То есть любой человек, который занимается созиданием, то есть созданием какого-то контента, созданием какого-то бизнеса, ему очень важно быть в гармонии со своей душой, со своим умом. И если мы хорошо питаемся, это один из факторов, которые позволяют нам чувствовать эту самую гармонию. В моей ситуации за 2 недели я разгрузил организм от всякой гадости на уровне соль, сахар. Я разгрузил организм от нежелательных жиров, ну в орехах есть растительные жиры, но это не важно. Я реально чувствовал, что мне, во-первых, нужно меньше спать, во-вторых, я чувствую себя бодрее, и в-третьих, я также употреблял еще глицин и различные витамины. Я чувствовал себя очень много здоровее, это, знаете, был какой-то тонус. Я скажу так, если вы действительно хотите попробовать съедение, очевидный плюс, первый, первый, это отличное самочувствие организма, но второй, сразу же идет первый плюс и сразу же идет минус, это отличное самочувствие достигается путем огромных трат. Мы очень сильно будем переживать морально по поводу того, что, блядь, хочу мясо, блядь, хочу это, блядь, хочу это, хочу жирненькое, хочу соленое, но по факту я доказал, что как минимум 2 недели можно прожить и без этого. 2 недели можно питаться только фруктами, овощами. В нашем организме ничего плохого не произойдет 100%, я уверен, могу вам гарантировать. Не с точки зрения какого-то врача или какой-то научной точки зрения, а с точки зрения человека, который потестил это себе. Я могу сказать, что в нашем организме плохого не произойдет ничего. Единственное плохое, что может с вами произойти, если вы эмоционально напряженный человек, у вас может случиться какой-то нервный срыв, и вы в одну ночь просто пойдете и сажалете в холодильнике все самое вредное, что может там быть. Поэтому мой совет, если вы хотите съесть на эту диету, можно на дамажку записывать. Вам нужно, чтобы у вас всегда дома была пища. Всегда дома были яблоки, бананы, огурцы, помидоры и все эти фрукты, овощи плюс орехи. Потому что в один момент, если вдруг вы откроете, пойдете на кухню и увидите, что на столе нет никаких продуктов из того, что вы хотите скушать, у вас появится желание скушать что-то, потому что у вас нет ничего и вы скушаете что-то вредное. Спустя 2 недели, 4 дня я пошел на кухню и увидел там только яблоки. Там не было бананов, там не было еще чего-то. Ну была ночь и я хотел кушать. И я покушал какую-то котлету. И я подумал, ну блин, ничего страшного, одна котлета это ничего такого, наверное. Но я понял, что это ебаный самообман и так нельзя. И после этого момента я сказал себе, все, я прекращаю диету, потому что если я сорвался один раз, в следующий раз будет тоже самообманом. И я просто знаю, что произошло. 2 недели, организм стал чувствовать себя лучше, я разгрузил очень сильно. И давайте теперь зайдем именно к окончанию вот этого ролика, чтобы объяснить вам, нужно ли вам это, что вам даст это и что вы потеряете. Я уже как сказал, вам даст это возможность иметь прям здоровое тело, вам даст возможность разгрузить свой организм. Но многие сыроеды со стажем говорят, что вам нельзя просто баловаться этой диетой, нужно ей жить. Но по факту, как мне кажется, организм раз примерно в месяц на неделю можно разгружать сыроедение. Это, на части это стресс некоторый организм. Но если вы чувствуете, что вам тяжело живется, вы не высыпаетесь, разгрузите организм какой-то полезной диетой, мне кажется, это круто. Мне это помогло, я сейчас очень трезво мыслю. И я сейчас буду другую тему тестировать. Две темы. Первая тема – это полностью качественно сбалансированное питание именно с калорийным расчетом плюс физическими упражнениями. Я чуть позже расскажу про этот ролик, потому что уже в этом ролике не буду это всегда впихивать. И второе – это водное голодание на один день. То есть один день пить только воду, расскажу про самочувствие и так далее. Сори, что так долго не выходило роликов. Сегодня еще выйдет ролик с шейкером по доте уже. Поэтому дотеры не расходитесь, к вечеру выйдет шейкер, стрима сегодня не будет. Этот ролик выйдет у нас часов в 8 утра, когда в 7.50, наверное, когда школьники в школу будут собираться, чтобы перед школой посмотрели по Москве. Если есть какие-то вопросы на тему диеты, можете задавать мне их ВКонтакте. Я расскажу о своем самочувствии, расскажу о том, что произошло. Просто можете добавлять меня в ВКонтакте. Я добавляю всех, отвечая на вопросы, связанные с бустом обучения, калибровками. Может быть, еще какие-то вас интересуют индивидуальные вопросы. И до новых встреч, ребята!